Приветствую вас, чтобы показать вам особенность, скажем так, вашего вопроса, который вы задаёте, чтобы показать особенность. Я предлагаю вам посмотреть на ситуацию с такой стороны. Вот представьте себе, что я говорю вам, вы правильно поступите, если от него уйдёте. Дело в том, что человек, он по факту, да, использует болезнь для того, чтобы манипулировать вами. И что человек, в общем-то, не заинтересован в том, чтобы как-то на вас жениться, да, потому что это для него ответственность. И человек, вообще-то говоря, в общем-то, заинтересован он только себе. И вы не несёте никакой ответственности за взрослого человека. За, в общем-то, взрослого человека никакой ответственности вы не несёте. Вообще. Потому что это взрослый человек. Вот, скажите, пожалуйста. Вот, наверняка ситуация складывается так. Наверняка ситуация складывается так. Если я вам скажу это, у вас, вероятнее всего, ну, будет какое-то возражение. То есть, типа, наука ведёт так, он же в каком состоянии, он же так себя ведёт, потому что болеет, вот. Я всё жду, когда он поменяется, да, когда он станет другим, когда он будет, ну, как прежде всё будет, в общем, короче говоря. Да. Ну, вот. И так далее. Знаете, да, какая история? То есть, вам неправильный ответ нужен. Вот, в том состоянии, в каком вы находитесь сейчас. Вам неправильный поступок нужен. Вам нужно, чтобы вам подтвердили, что вы поступает невесно, верно. Вот, в том состоянии, в каком вы находитесь сейчас. Именно в том состоянии, в каком вы сейчас находитесь. Вам нужно столько, чтобы подтвердили, чтобы подтвердили, что вы поступаете правильно. Вот. Вот. По факту. Понимаете? Какая история? Потому что, потому что, на данный момент вы руководствуетесь не своими желаниями, не своими потребностями. И не своими взглядами, а взглядами других людей. То есть, граница ответственности у вас, ну, скажем так, распалась. А может быть, ее и не было никогда. Не знаю. Но вот, исходя из того, что вижу я сейчас, да, именно с ответственностью у вас большие и серьезные проблемы. То есть, где ваша ответственность, где ответственность другого человека, вот, вообще не ясно. Совершенно. В этом контексте. Личные границы не простроены. Отделить себя от другого человека вы не можете. И, соответственно, отсюда все и ваши страдания, собственно говоря. То есть, страдания ваши, они только из-за этого, они только в этом, они только потому, что вы не можете отграничивать, не имеете возможности отграничить себя и других людей. А почему? Сам это не научили. Потому что родители вам, скорее всего, говорили в детстве, что это либо того, что ты должна, ты должна думать о других, ты должна заботиться о других, вот. Даже ценой собственного удовольствия, собственного благосостояния, вот. Ну, вы и привыкли так действовать, и вы так и действуете. То есть, подобная гиперответственность, да, это всегда вот это вот самое стремление и поступить правильно, как вы говорите. Только, только вся в том, что правильно вы не поступите. Потому что нет правильного решения вообще. Понимаете? Правильных решений нет. Есть только то, что вы считаете для себя верным и актуальным. И есть то, что думают другие. То, что хотят другие. И решение других людей, желание других людей всегда будет отличаться от того, чего хотите вы, к сожалению. Вот всегда будет отличаться. А вы этого страшитесь, скорее всего. Что будет отличаться. Вам этого не хочет. Ну, не знаю, боитесь ли вы этого не боитесь. Но, совершенно очевидно, что вам это доставляет определенный дискомфорт. Вот. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. По крайней мере. Вот. Вот. и получается в итоге, что даже ваш вопрос, как поступить правильно, это не вопрос ваш. Это не ваш вопрос. Это вопрос именно, знаете, ну, скажем так, это вопрос тех, кто научил вас действовать тем образом, ну, вот, в котором вы действуете сейчас. Да. По факту. По факту. Понимаете? Поэтому до тех пор, пока вы хотите вообще поступить правильно, до тех пор, пока вам хочется поступить правильно, вот до этих пор, у вас будут трудности и проблемы. К сожалению. Вот. Потому что правильных, правильных решений попросту нет. Дальше. Смотрите, вы пишите. Живу с человеком пятый год, никаких планов в сторону женитьбы от него нет. Ну, здесь давайте сразу поставим ситуацию так. Если вы говорите, что вы живете с человеком, и никаких, значит, планов на женитьбу у него нет, то, соответственно, возникает вопрос. Так, а живете тогда зачем? Зачем? Зачем начали с ним жить? Как вы так поставили себя, вот, ну, вот вы себя так поставили, что человек может совершенно спокойно, жить с вами какое-то время и вообще ни к чему не быть обязанным. Понимаете? Ну, вот, как вы считаете, это нормально? Как вы считаете, это адекватно? И опять же, только вся заключается в том, что вы поставили себя с человеком так. Если с вами можно жить пять лет и не делать вам предложения, да, значит, у вас настолько адекватное восприятие себя, что вы оказались в этой ситуации. В какой ситуации? По факту. Далее. Далее я, пожалуй, хотел бы спросить у вас такой момент. Значит, смотрите, момент такой, да. Когда вы всерьез воспринимаете этого человека как будущего мужа своего, вот, серьезно вы воспринимаете его как своего будущего мужа человека. После того, что он сделал, после того, что он делает сейчас. И вот здесь нужно, можно точнее, согласиться с моим коллегой, который говорит, что у вас имеет место быть эмоциональная зависимость от мужчины. И это нормально, потому что если у вас действительно заниженная самооценка, то вам нужен кто-то, кто бы ее поднимал. Вам нужен кто-то, кто бы доставлял вам, кто дополнял бы ваше восприятие себя. Понимаете? Вот. А в данном случае, в данном случае, вы по факту, по факту, находитесь в зависимости от этого человека. Вот он вам нужен. Вот. Ну и, соответственно, постарайтесь определить для себя, чем же он вам так нужен. Понимаете? В чем, эээ, в чем же его, эээ, ценность для вас такая? А наверно, ответьте себе на этот вопрос. Это важно. Для чего он вам, этот мужчина? Зачем вам такой человек? Понимаете? Вот. Дальше идем. Значит, эээ, теперь просто издевается надо мной, определяет каждый день новые требования, что делать не знаю. Ну, здесь, я полагаю, наиболее, эээ, ну, наиболее качественно и правильно ответил вам мой коллега, который сказал, что ответственность за него пусть несут другие. Ну, вот. Это, на самом деле, вполне справедливо, на мой взгляд. То есть, вполне справедливо, что за этого человека должен нести ответственность, в первую очередь он, и во вторую очередь за него должны нести ответственность его родные, его родные и, собственно, близкие. Вот. Вы тоже могли бы нести ответственность за него, понимаете, если бы он ввел себя, ну, адекватно. А так получается, что он просто-напросто использует эту ситуацию для того, чтобы вас как-то подчинить и, ну, и так далее. Вот. Вот. Вот и всё. Поэтому его издевательство, это означает переход личных границ ваших. А переход ваших личных границ означает, что вы сами можете свои личные границы защищать. Потому что всё равно никто, кроме вас, этого не сделает. То есть, только вы можете защищать свои личные границы. И никакое состояние не позволяет человеку относиться к другому человеку обесценивающе там или как-то ещё. Всё. Понимаете? Какая история. Вот. Но здесь опять-таки, опять-таки мы подходим к тому, что у вас имеется определённый взгляд на эти вещи, скорее всего. То есть, именно взгляд у вас на эти моменты. То есть, взгляд такой. Я должна терпеть унижение, значит, этого человека, да, потому это ему плохо. То есть, я его оправдываю. Давайте вспомним, с кем вы так себя ещё вели, с кем вы так ещё действовали, с кем из вашей жизни, с какими людьми. Понимаете? Какая, какая ситуация. Знаете, какая история? Вот. И это, это важно. Потому что, потому что если вы когда-то с кем-то вели себя вот так, да, то вот вам, собственно, и объяснение того, что сейчас происходит с вами. И да, это очень неприятно. Очень. Но это происходит. Это делает вас не свободны. Да. Но от этого можно освободиться. Как? Так. Через индивидуальную работу. Потому что запреты, которые у вас есть, они так просто, к сожалению, сами по себе не пройдут. То есть, их нужно опыскать, эти запреты. Вот. И если опыскать эти запреты, то я полагаю, что вы сможете от них освободиться. Наконец-то. Наконец-таки. Вот. Значит, дальше. Какая-то дурацкая ответственность перед человеком, что не могу его оставить в таком состоянии одного. Ну, понимаете, как? Вообще, вот здесь есть тонкость. Да? Смотрите. Человека, действительно, одного в тяжелом состоянии оставлять, ну, не очень хорошо. Не очень по-человечески, скажем так. Потому что, ну, все-таки, человек в тяжелую абсакцию перенес, да? Как вот вы говорите. И, в общем-то, оставьте его одного. Мало ли вдруг что-то случится с ним, да? Потом будете виноваты вы, зачем вам жить. То есть, такая история. Мне очень приятно. Тоже. Поэтому, поэтому, здесь нужно поступить более деликатно. Деликатно. Так. Что по факту требуется человеку? Вот. По факту. Что ему нужно? То есть, какая помощь от вас, грубо говоря, ему нужна? Что вы делаете, грубо говоря? Понимаете? Вот. И, соответственно, соответственно, просто дайте ему это. То, в чем человек нуждается, да? Просто дайте ему это. И все. По сути. Если вы дадите ему это, то и не будет никаких проблем. То есть, ему нужна помощь? Хорошо. Пожалуйста. Помогайте ему. Помогайте ему. Там, в конце концов, я не знаю, можно нанять, там, нянеку-сиделку, там, или что-то еще. Вот. Но это как бы ваш выбор. То есть, уже ваш выбор, да? Ага. Поступать определенным образом. Это ваше решение. Это ваше решение. То есть, есть проблема. Проблемы нужно решать. Есть моральные нормы, которые, в общем-то, ну, по факту тоже чему-то обязывают. Вот. От этого тоже никуда, в общем, не денешься. Да? Наверное. Вот. И, соответственно, нужно сделать так, чтобы в данной ситуации вы и поступили по-человечески. То есть, ну, в соответствии с нормами морали, например. Ну, и чтобы при этом вреда вам не было, тоже важно. А это можно сделать только таким образом. Но я, с другой стороны, не верю в то, что вы сами не догадались поступить подобным образом. Я не верю в то, что вы не увидели для себя такой вариант развития событий. Это, скорее всего, не укладывается. Значит, это предполагает вам вред, а это значит, что имеют место деформации личности, которые нужно выправлять, корректировать. Вы понимаете? Вот. Ну, и вот это вот правильно-неправильно, да? Правильно с точки зрения кого? Вы только вдумайтесь, кто определил, что правильно, а что нет. Кто сказал, как правильно поступать, а как нет? Кто? Кто это сказал, как правильно поступать? Да в том-то и дело, что никто. Никто не может этого сказать, потому что каждый человек определяет это для себя сам. Понимаете, какая история? Вот, собственно, так вот. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Если вы сами не можете освободиться от этого, ну, от этого человека, то, чтобы ничего не поделать, придётся обращаться к психологу для того, чтобы психолог вам помог. Ну, вот, страшного в этом ничего нет. Абсолютно, вот, ну, с помощью, с помощью психолога ничего страшного в этом нет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!